Я сейчас решил просто разбавить наш контент и рассказать не только о мульчерах. Получилось, что закрыли вообще две боли. То есть мы привлекли и клиентов. Потом поговорим по поводу лизинга. Как в нынешнее время, сколько стоит бэушная техника. Хватает ли на эту технику людей. Какие были процентные ставки, какие сейчас процентные ставки. Сколько стоит техника. Ну и посмотрим, как вообще производство выживает в нынешнее время. Мы сегодня на канале Антон Хатунцев, мульчер эксперт. И на канале. Как называется у тебя, Володя? У нас канал в бытовке. Но вообще мы занимаемся арендой и изготовлением строительных бытовок. Канал у нас широкий. О людях труда, производственниках, водителях, сварщиках, плотниках. Тех, кто работает на земле. Тех, кто делает работу руками наших бравых пролетариев. С Владимиром мы знакомы с 2016 года. Познакомились на бизнес-курсах. Потом общались, встречались. Ну и я сейчас решил просто разбавить наш контент. И рассказать не только о мульчерах, о нашей земле, об экскаваторах. Обо всем, обо всем, про всем. Ну и о том, что, допустим, у меня больная тема. Это мне приходится время от времени брать бытовки в аренду. Так как работаем в разных локациях удаленно. И приходится где-то сделать бытовку для персонала. Там согреться, чаю попить. Где-то надо инструменты хранить. Короче, Антон, контент решил разбавить. Но вы лучше не разбавляйте. Это точно. Давайте по локации пройдемся. Владимир расскажет, что здесь есть вообще. Где мы находимся. И что тут вообще. Чего да как. Да, смысл какой. У нас две базы. Одна в Одинцовском районе. Это город Краснознамец. Город закрытый. Здесь находится то, о чем мы не говорим. Я сам не знаю, если честно. Ну, какие-то заборы есть. Что за ними, неизвестно. Вот, здесь у нас свое производство. Есть слесарный цех для ремонта машин. Сами бытовки стоят на открытой площадке. Это те, которые мы как раз возим в аренду на объекты. Таким, как ты. Вот, затем привозим сюда. Ремонтируем, приводим в порядок. И на другой объект. Вот, таким, как не ты. Мы можем посмотреть на самом деле цех, где эти бытовки собираются. У нас свое производство. Ребята собирают. Как раз недавно объявляли вакансию. Мы набираем еще бригаду. Вот, для того, чтобы расширяться. Спрос большой. Не хватает рук. Поэтому зарплаты нормальные. Отлично. Сегодня можем рассказать о моих болях. Мне тоже требуются вакансии. Потом поговорим по поводу лизинга. Как в нынешнее время берем в лизинг технику. Не берем. Как раньше брали. Какие были процентные ставки. Какие сейчас процентные ставки. Сколько стоит техника. Сколько стоит бэушная техника. Хватает ли на эту технику людей. Ну и посмотрим, как вообще производство выживает в нынешнее время. Есть ли на это спрос. И будет ли он дальше. Поехали. Поехали. Сейчас мы видим у тебя две машины. В процессе идет погрузка. Расскажи, пожалуйста, что это за машины. Вот ты говоришь, свежая машина. Есть чуть-чуть постарше. Ты про вот эти говоришь, да? Джаки. Да, там тоже, на самом деле, стоит один джак, один из узик. Этот джак мы брали 6 лет назад, в 2018 году. Также в лизинг. Этот джак абсолютно новый. Мы его взяли в этом году. Лизинг был оформлен. Сам договор лизинга в феврале. Забрали его ближе уже к августу. В августе машины были готовы к выдаче. Вот там же стрелу. Историю везли там. Какими-то какими-то, как это называется, как обычно. Накольными путями. Да, да, но довезли. Смысл какой? Этот джак 12-тоник N120. Вот. Стоит в сборке машина. Вот сейчас новую забирали. 10-500. Лизинговый платеж по ней порядка там 280 тысяч сейчас в месяц. При авансе 3 миллиона. Это, по сути, такой минимальный аванс. 25%. Вот. Эта машина, конечно, когда мы ее брали 6 лет назад, лизинговый платеж был 100 тысяч. При том, что стоила она на тот момент, если мне память не изменяет, это порядка 4 миллионов 4200. А сейчас здесь чуть изменения есть. Двигки по-мощнее поставили. Но в целом, как бы по шасси, по ходовке, это та же машина. Джак М120. Китайцы. Тогда китайцам было недоверие. А сейчас нет выхода. А сейчас безвыходности. Сейчас задни китайцы. Да, сейчас уже экскаваторы в моей теме. То есть раньше пользовались, если ребята... Вот у меня, допустим, я пользовался американской техникой, английской техникой. А сейчас многие переходят там с Катерпиллера, из ЖСБ, и там с Хитачи, с японцев, да, переходят на китайцев. Люгонг. Люгонг. Потом Сани. Сани, кстати, самый популярный экскаватор. Я по миру ездил, смотрю, в разных странах Сани прям номер один по продаваемости и по качеству. Техника, как и отзывы, идеальная, супер. Слушай, честно, у нас цели привлечь работников нет, поскольку мы сейчас укомплектовались. А так, показан, потому что это, во-первых, тема канала изначально. Мы же занимаемся бытовками, а бытовки для кого? Они для тех, кто работает. Они не для тех, кто сидит там в офисе, например, или там в бухгалтерии, или, не знаю, в отделе продаж. Они для непосредственно исполнителей работы, которые на стройке там копают, сверлят, бурят. Там водитель тоже в бытовке, да, живут. Поэтому, собственно, и канал ориентирован на этих людей. То есть не на тех, кто покупает бытовки. Мы скорее ориентируемся на тех, кто в этих бытовках живет, у кого жизнь напрямую связана с бытовками. Они, по сути, большую часть жизни проводят, не знаю, там, на северах, неважно, там, на вахтах. В этой бытовке там как бы разворачивается большая часть их переживаний, большая часть их каких-то, не знаю, там, событий, знакомств. Именно в бытовках. Вот через это мы пойдем. А у нас, получается, канал изначально был нацелен на то, чтобы привлечь аудиторию клиентов. Получилось, что закрыли вообще две боли. То есть мы привлекли и клиентов, дальше мы родили для себя конкурентов. И третье... Ну, это мы тоже умеем. Да. И третье, наша индустрия, значит, именно этот бизнес, он стал дальше развиваться в России. То есть он за собой подтянул производителей. Ты имеешь в виду сам бизнес по выкорчевыванию, распиловке, очищению? Да, технология работ поменялась дальше. Привет всем, значит, Сибирь техника, привет. У ребят мы покупали ТЛП-4М-037. Самый первый наш мульчер, на который я давал постоянно обратную связь. Нам здесь заходить вообще. Давал обратную связь, что мульчер негабаритный, гусеницы вот эти металлические, почему бы не сделать их резиновые. Система охлаждения, значит, радиаторы, все это забивается. Нужно чуть-чуть в конструкцию поменять. И ребята молодцы, прям приняли эту обратную связь и начали реконструкцию трактора полностью делать. И то есть это дало им какой-то... То есть они изготовители вот этих модулей, да, получили от себя обратную связь от того, кто с этим работает. Да, да. Вот, и в конструкцию внесли изменения на основе этого. Любе что-то перепало? Нет, нет. Вот почему никто не стимулирует простых выполнений. Еще привет заводу Брянск-Сельмаш. Мы покупали у них трактора ОС-280. Ставили на них, прям на заводе мульчеры. Я их постоянно ругал, то, что там одно ломается, другое ломается. Но реконструкции особо не было. Ну, продажи у них пошли так, что у них очередь на год вперед. Все узнали, короче, о тракторе. Да, да, да. Именно благодаря каналу. Ты опять с этого ничего не заработал? Нет. А что же живешь? Люди делают добро, вот, а добро это не вознаграждает. Ну, надо что-то менять. В общем, ребята, если у кого-то повышаются продажи благодаря нашему каналу, мы оставим, не знаю, реквизиты благотворительного фонда. Вот, отправляйте добро, нужно замыкать в цепочку. Если вы что-то получили, сделайте добро кому-то другому. Нам не надо. Мы... Блин. Закрыто. Значит, оттуда. Днем дальше. Вообще сейчас, ну, я же состою в сообществе предпринимателей патриота называется. Не слышал. Так, расскажи. Вот. Суть там такая. Ты в сообществе решаешь какие-то свои запросы. Вот, неважно, там, это может быть запрос, там, дочку нужно в школу устроить, или, не знаю, родственник там ранение получил, например. Нужно хирурга найти. Вот, решаешь запросы, получаешь какую-то ценность от решения этого запроса и благодаришь не того, кто помог с этим запросом, а благодаришь, ну, не знаю, отправляешь там вот какую-то сумму в благотворительный фонд. Любой, неважно. И пишешь об этом. То есть там чат состоит из сообщений благодарности и сообщений об отправке какой-то суммы в благотворительный фонд. Это очень экологичная, я так сказал, система, очень вдохновляющая, интересная. Так что ты предложи вот этим вот производителям техники, кто зарабатывает, благодаря тебе сделать доброе дело. Есть, 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 есть такой человек. Это прям грех о нем не упомянуть. Александр, компания Ахви Рус, производитель мульчурной техники Раптор-300, Раптор-400, Раптор-800. Александр, огромнейшая благодарность тебе за вклад, помощь, значит, строительство, благоустройство, территории в Белгородской области, село Истобное, Истобнянская купель. С 2021 года я начал, значит, вести строительные работы в конце 2021 года. И Александр через соцсети увидел, что вот мы делаем такое дело и начал потихонечку нам помогать. Александр, спасибо. Ну, крутяк, вот видишь. Те, кто работают, они здесь как раз себе поставили бытовки. То есть там городок для той части базы. Здесь они себе поставили свои бытовки. Можно, кстати, не знаю, кто-то есть. Просто посмотреть, как, в принципе, эта бытовка выглядит. Здесь как раз никого нет. Мы заходить не будем, чтобы, не дай бог, потом не повесили на нас пропажу сапог или спецодежды. Ну, то есть, ребят ставят обогреватель. Одного обогревателя, например, на эту бытовку, где живут два человека, да, здесь размещаются. Одного обогревателя обычно хватает, если нормально утеплена, вот, если там утеплитель неопавший, да. Готовка, плитка, все происходит внутри. Вот, телевизор обычно стоит вечерком уже отдохнуть, расслабиться по 100 грамм и спать. Больше не надо. А как с душем? С душем отдельно. Ну, то есть у нас есть душевая бытовка, куда они входят. То есть вот здесь одно, да, действительно неудобство, так и душ там. Ты помылся, пришел, лег спать. Ну, душевая также в бытовке, она модульная. Если нужно переместить, на объект уже так и происходит, да, ты строишь, там, постоянно двигаешься, перемещаешься, и душ тебе тоже нужно двигать. Вот, и мы тоже, на самом деле, периодически меняем какое-то расположение. Растем, добавляем базу, там, раз, перекинули в другое место. Вот, это удобно. А использует, там, не знаю, ездить. А-ля, типа, самый первый автомобиль. Ну, да, не хочется, не хотелось его, в принципе, продавать кому-то. Вот, он не первый, он у нас был среди первых машин, которые вообще на предприятии, да, появились. В четвертом эта машина появилась, четвертый. Вот, а первые продолжают ездить, японцы старенькие. 91-го года. Да, я немножко вспоминаю сейчас компанию Ярт Империал. Ссылочка на канал, ребята, вот сейчас здесь укажем, тоже доброе дело. Это наши клиенты, между прочим, они берут у нас бытовки. Ты смотрел, когда один из владельцев Ярт Империала рассказывал про старенький МАЗ? Да, вот. Прикольно, да, это. Сейчас мне напомнило, как раз, та история. На самом деле, пропитываешься немножко благодарностью к технике. Вот этот газон был первый, купленный в лизингной. То есть, вот компанию, которую ты организовал в начале, ее рассматривают как-то вот неохотно лизинговой компанией. Вот в какой-то момент, в 15-м году, лизинг, наконец, одобрили. Для меня это был вообще такой страшный, на самом деле, шаг. Казалось бы, вроде лизинговый платеж, там, 93 тысячи. Ну, на тот момент необходимость регулярно каждый месяц платить, там, 93 тысячи вызывало опасение. А вдруг в какой-то момент ты, не знаю, там, месяц не заплатил, приехала лизинговая компания, забрала машину. Есть такое переживание. Правду говоришь? Были такие ситуации? Были такие ситуации. А в смысле, эскалатор забирали? А, забирать не забирали, были ситуации, когда было страшно что-то взять в лизинг, и когда у тебя платеж 250 тысяч, за одну единицу, за другую 350 тысяч, за третью 450 тысяч. Я даже сейчас боюсь спрашивать, сколько мы за то, за то, за то платим, потому что такой, думаю, блин, это же такая гигантская сумма, когда ты несколько миллионов в месяц только платишь лизинговые платежи. Вот. Но зато мотивирует. Кстати, может, кому-то нужен газон? Ну, хочу реально продать. На самом деле, мне много не надо денег, да, я просто хочу, наверное, вывезти уже с линии. Вот. Переходим полностью на новые машины, на, там, ну, год выпуска не старше, там, 18-го. Этот газончик в 15-м году я брал в лизинг. Ну, не знаю, сколько предложить, может, кому-то там много не надо работать, например, у себя, где-нибудь в регионах, манипулятор, трехтонник стоит, но бытовка спокойно берет. Проходит человек, с которым мы, на самом деле, вместе учились, вот, и первые бытовки были собраны нами, своими руками, под дождем, примерно в это же время, да, где-то ноябрь же был? Ну, света все тянулось. Ноябрь 12-го года, вот, взяли первые заказы, начали, Артем тогда как раз имел грузовой манипулятор, имел, имел, и, 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 и. Короче, купили металл, вот-вот, эта история прям, он живчик, знаешь, я люблю так, не просто возник человек, то есть купили металл на предоплату от первых заказов, вот, попросили сварщика, который работал, строил дом, нам сварить каркас, и начали на рынке, покупая там материал, сами собирать первую бытовку, не понимая вообще, где чего, смотрели, выискивали какие-то узлы, как соединять, ничего сложного, конечно, в ней нет, но мы-то, в принципе, никогда не делали этого, вот, что как с того момента. Удачно продали эту бытовку, которую вы собрали? Они уже были проданы, мы отгрузили, все сделали. Я так скажу, первые бытовки были, я бы сказал, даже лучше, чем серийные, потому что мы делали, вот, прям, аккуратненько, там, с запасом по материалам, мы, там, утеплитель, если... Не экономили, тютелька в тютельку... Да, да, выбирали лучшие материалы, вот, для того, чтобы первые заказы, все-таки, сделать добросовестно, отгрузить, чтобы клиент был доволен, и главное, что мы тогда, все-таки, успели из шести заказов, пять в срок отгрузили, вот, единственное, один заказ, пришлось вернуть деньги, просто потому, что не успевали, а человеку нужно было быстро, а он еще объяснил, что там женщины, короче, переодеваются, и говорит, я не могу им не привезти бытовку, потому что они меня съедят, вот, что, какое ощущение, вообще, спустя, ну, мы снимаем на канал, на самом деле, там, монтаж будет, может, тебя вырежем, можно сказать, что бытовки-то оказались дороже, по-другому разу, чем мы за неделю взяли, поэтому они и были лучше. Да, то есть, конечно, мы вложили в них больше, чем выручили за них, но получили бесценный вот этот опыт по конструкции, по организации сборки, вот. Как это устранение недоставки? Ну, а на кого вы легли эти минусы тогда? На двоих? На нас, а на клиентов? На кредит просто, который мы взяли. Вот, ну, ничего, потом перенастроились, вот, Артем стал заниматься арендой бытовок, вот, ну, мы уже на следующий год начали разделяться, как-то пошли параллельно, находясь, причем, на одной базе, вот, вот, и, а сейчас, ну, в пятнадцатом, да, году, ты, как бизнес уже компанию свою продал, вот, сейчас эта компания существует, по-прежнему они занимаются, там, теми же, там, металлоконструкциями, бытовками, успешно развиваются, Артем отдыхает. Артем, ты не все это церковь существует? Вот, ты все это. Ну, они сейчас делают, как контейнер, сэндвич, да, такую технологию, да, сэндвич. Чуть более дорогой сегмент, мы все-таки массовые, которые, настройки, да, там, по 120 тысяч, которые стоят, вот, ну, их зато сотни тысяч. А они, двигаемся в сегмент, более дорогой. Двигаемся в цех. Давай, посмотрим, да. Цех. У него фамилия просто цехмистра, и погонял было цех. Его построил, утеплил, и его только в этом году, в июле, ввели в эксплуатацию. Мы, собственно, и ждали, пока введут в эксплуатацию, пока ждали уже тут столько изменений произошло в жизни страны, вот, так как пока в эксплуатацию не ввели, заезжать нельзя было. Потому что, что приводим в эксплуатацию, приезжает реально человек, он там все проверяет, нельзя тут деятельность вести. Вот, ввели, мы его сняли, сейчас сделали там котельную, не мы сделали, мы с вами додателем, сделал котельную, на пилет, на отопление. Тут теплые полы. Обалдеть. Да, прикладные. Электрические? Нет, водяные, водяные. То есть, как раз котельная их и запитывает, но это и проблема. Смысл такой, что в октябре его сейчас попробовали топить. Эти пилет, если так на зиму перейти, будет уходить там по 300 тысяч в месяц. Просто на отопление вот этого вот сарайчика. Много реально забирает, я так понимаю, там через окна все улетает. А на дизеле можно разориться только на топливе. Даже если пушка дизельную большую поставить, нет? Наверное, самое дешевое, у нас куча обрезков, это просто поставить булерьян-котел обогревать, но не знаю, тут их надо, наверное, штук 6, чтобы всю площадь атакить нормально, чтобы добиться положительных температур. Нам всего лишь нужно там хотя бы градусов 5, можно было красить лед, снег, чтобы на дереве там не копился. Задача такая. Давай, рассказываем, что здесь сейчас, куда все делись, куда все исправились? В субботу, как обычно, выходной, у нас трудовой законодательство соблюдается, работаем 5-2, плюс-минус. Нет, работа сдельная, на самом деле, нет запрета на то, чтобы выходные люди работали, мы не запрещаем работать в выходные, если что. Вот, человек получает за выполненную работу, то есть, собрали бытовку, обычно собирают вдвоем, так удобнее. Собрали бытовку полностью, получили за нее оплату. Вот, сварщик получает за свою работу, он делает каркас и крышу. Плотник получает за свою работу, он делает полы, обрешетку, обшивку наружную, обшивку внутреннюю, вот, делает потолок, ну, и утепление. дверь, окно в конце ставят. Сколько времени уходит на сборку одной вытовки? Слушай, двоем они собирают, по сути, за один плюс-минус день. Сам процесс работы сейчас сложно воссоздать. Скорее всего, через вот эти ворота, подают шестиметровые, значит, брусья, эти брусья прогоняются здесь по станочку, пилятся на каратыши, каратыши откидываются. Ну, кстати, интересно, вы как считаете, правильно Антон рассуждает, вот так, организованная реальная работа? Мы сейчас выходной день, тут никого нет, но по рабочему месту Антон восстанавливает картину, как все происходит. Интересно. Да, появляются каратыши, а шестиметровые перекладываются вот на эту сторону. картыши откладываются, они потом используются в дальнейшем. Ну, картыши для чего? Для обрешетки, да? То есть в обрешетке. Это у меня так визуально мне показалось. Так, сюда, значит, кучка пыли, вот это щепы мелкое складывается, там обрезки мелкие складываются, рейки. Так, здесь что? Здесь я понял, что здесь пилится ОСБ-плита, это мне так кажется. Обрезки от ОСБ-плиты складываются здесь по левую руку, а те, которые необходимы, складываются вот в правую сторону. ОСБ, вот Антон считает, что здесь на циркулярке идет распиловка ОСП, да? Да. Ориентированно стружистой плиты, да, как ее хорошо пилится. Как вы думаете, правильно пилить на циркулярке вообще ОСБ, или все-таки неправильно? Угу. Дальше. А вот это? Вот это что? Здесь собирают двери входные в бытовку, или межкомнатные, скорее всего. Входная металлическая, по-моему, стояла на улице, а это именно межкомнатные двери. Ну, выглядит как межкомнатные, да, хотя здесь в бытовках межкомнатные двери используются как наружные, просто обшиваются гладким листом для того, чтобы удешевить. Вот такая дверь стоит тысячи рублей. Сколько? Ты тысячи рублей. Ты тысячи. Выбежу. Да, три тысячи рублей сама дверь, лист туда, который на обшивку идет 850, по-моему, по последним щитам, плюс ручка добавляется, замочные для замка ушки, вот, ну и работа. В итоге сама дверь там, четыре, пятьсот, пять тысяч встает вместе с работой по установке. Двигаемся дальше. Дальше. Я вижу на стендах, значит, гофра для электропроводки, есть электропроводка. Так, ну тут у тебя стропы, это чалки, скорее всего, бытовки поднимать, чалить. Здесь у тебя гидропароизоляция, вы, скорее всего, пол застилаете. Это обычная вообще ПВХ-пленка, то есть это самый экономичный вариант. Как мешковина, обычная пленка ПВХ. Обычная пленка ПВХ. Полиэтилен. Да, полиэтилен. Так, двигаемся дальше. Дальше стекловата. Раньше, а, это изовер. Изовер я торговал изовером с 2005 по 2012 год. Была, я помню, изовер, потом была Урса. Изовер было 17,08 квадратных метров упаковки раньше. Урса 21,8 и 21,6. Здесь Антон в теме, да, понимают. Завод Сент-Габейн французский находится в Егоревске. У нас там, кстати, вторая база, буквально от него там в 40 минут езды. Но он напрямую не продает, они продают только через дилеры. И, кстати, продолжает работать, несмотря на санкции. Удивительно. Слава богу. Дальше каркас. Здесь заготовка каркаса. Я так понимаю, боковые стенки, верхние. Получается, верх и низ. Не боковые, а верхняя и нижняя стенка каркаса. А, это верхний, вот нижний. То есть, это перемычка, получается, у обвязки потолочной. Там, где металлический швеллер, там обвязка половая, получается, на пол. Так. Профильная труба, п-образка. Двухмиллиметровая, да? Трехмиллиметровая. Ну, кстати, мы вот продолжаем резать болгар. Болгарка, не знаю, вот, посоветуйте, ребят, как можно сейчас резать швеллер, не знаю, более быстрым способом, или кто-то там рекомендует ленточную пилу, кто-то, ну, болгарка реально прошлый век резать. Я знаю, что есть уже ЧПУ станки или лазер. Либо ЧПУ, может быть, какой-то, не знаю, там, есть способ их резать быстрее, с меньшими отходами, с меньшим риском. Болгарка режешь, все-таки диск сломался, полетел, выбил глаз, не дай бог, конечно. Вот. Ну, порекомендуйте, если честно, вот ищем способ, как улучшить этот процесс. Нарезка швеллера под 90 градусов сначала, вот 12-метровый мы режем, под 90, и потом под 45 для того, чтобы их сваривать между собой. То есть, две операции вот это, каким инструментом лучше это делать? Может, плазморез какой-то? Возможно. Я даже не понимаю. Может быть, кто-то этой темой занимается в других странах и уже более технологично есть какое-то решение, подскажете, в комментариях напишите. Дальше, я так понимаю, здесь сварочный уголок, вижу на фоне листы железа, это листогиб. Это листогиб. Листогиб я знаю, так как раньше строим материалами торговал, когда-то делали из оцинкованного железа конек на крышу. Получается, конек был двухметровый. Лист был метр на два, и лист разрезали на несколько заготовок и загинали таким почти похожим листогибом. Вижу, значит, сварочный аппарат Ресанта, это сварочный аппарат, сейчас, как же он правильно называется? А, инвентарный. Ну да, это для дуговой сварки, вот, швеллер мы обычными электродами варим, а крышу проволокой. Это моя тема, я сварочек-технолог по образованию. Прикольно. А почему, как ты думаешь, почему сварочный аппарат на таком постаменте? Это полуавтомат. А почему он стоит как памятник, памятник сварочному аппарату? Во-первых, вы его сделали специально на роликах, на колесиках, для того, чтобы было удобно перевозить, не таскать, и вы его поставили сверху, потому что пистолет, наверное, все-таки удобнее будет, если он будет сверху и путаться, не будет мешаться. Так, сейчас, подожди, давайте сейчас включаем логику, зачем вы его сделали? Для безопасности, наверное, еще. А в чем безопасность? Во-первых, здесь кислота подключается к этому аппарату. Безопасность, потому что здесь работаете железом, и, возможно, вероятность, где-то может что-то упасть, перебить шланг или кислородный, или через который проволока подается. Ну что, будем пользоваться с помощью друга? Давай. Не, подойди, подойди. Так, нам идет сварщик от бога, сейчас он расскажет. Меня зовут Роман, я сварщик. Антон, сварщик из прошлого. Просто подкатывается, метит, со стоечкой, уже готовый, накидывается листы, и прямо на крыше сварится. Аппарат высоко, не надо, длинные шланги, провода, и все дела. Получается, аппарат подняли, почему? Потому что варим крысу на верху. То есть, он подтягивается на к ним, и у нас вот такой сварщик уже, с колесиками. Я рядом, аппарат рядом, я прошелся, и по крыше все шли, прошелся. Все понятно. Решение хорошее, кстати, для скорости работы, для удобства. Ты, Ром, давно работал? Ну, я вот, я же у вас работал, как пару лет, потом заболел, уехал, и вот сейчас вернулся. Нет, я-то знаю, человек посмотрит, конечно. Да, у меня там с легкими воспалями легкие был, приорит, жуткий стук он собирался. Ну, то есть, Рома у нас два года работал, у него, так скажем, инвентарный номер, который на бытовке, это RR, наш сварщик, вот мы, у каждого сварщика есть свой инвентарный номер, который он наносит на изделие. Ну, для того, чтобы, если что, вот они сверху, вот, и видно, сколько сварил конкретный сварщик, да, вот, например, А.М. Алексей Новоселов, да, RR Роман, ну, то есть, по первому букву, ну, это как клеймо личное, как раньше, печатики ставили на газопроводе, на трубопроводе, да, на кирпичах даже делали, я помню, в царское время, я помню, в царское время, помню, вот, и что, вот, ты бы, какие, дал комментарии, касаемо, места работы, вообще, вот, этого цеха, не знаю, как компания. Конечно, замечательно здесь, прям, удобнее, быстрее, в том цеху-то были проблемы, потому что, мне некуда было и каркас, и вот заготовки поставить, пока они бытовки две не выгонят, я не могу сварить там, ничего, здесь площадь больше, чем в старом цехе. Здесь гораздо больше площади. Там, в принципе, мы в авторской делали бытовки, ну, то есть, изначально там ямы под ремонт автомобилей, и немного пространства, которое оставалось, вот мы там их собирали. Здесь, конечно, комфортнее, но надо понимать, такой цех с финн-моделью должен биться, потому что, если ты здесь делаешь, условно, там, 50 бытовок, и на каждую бытовку аренная плата добавляется там, понятное дело, да, распределяется, то мы не должны вылететь за маржинальность. Если мы вылетаем за маржинальность, вся эта красота как бы не будет долго жить. Время покажет. Ну, пока вот смотрим, главная проблема с отоплением. Я уже говорил, пилетный котел поставили, мысль была экономить, до этого был дизель. Вот, ну, еще холодов нет, расходы уже пугают. У меня есть дизельная пушка, которую мне отдали в счет долго. Вот, ты, если хотите, можете вообще, я могу дать тебе попользоваться, ты попробуешь вообще математика за зиму, как она тебе бьется или не бьется. Она такая большая, весит килограммов 350-400, и она подключается... Но для сушки бетона, который, да? Ну, вообще, она предназначена для цехов площадью 2000 квадратных метров. Опускается такое сопло в бочку 200-литровую с соляркой, и включается, и теплый воздух как бы наполняет помещение. Может быть, ее вообще можно было бы у тебя использовать, там, включать там каждые три часа на два часа. Интересно, да, надо попробовать разные варианты. Я вот сейчас, вот, подскажите, кстати, если кто-то смотрит, вот, чем топить такой цех и не тратить сотни тысяч на отопление? Потому что, ну, реально, не вариант 300 тысяч на отопление, я лучше его на зарплату буду больше платить, ребят тут согреются теплой одеждой, да? надо подумать, посмотреть. Слушай, а ты сколько каркасов в день успеваешь делать? Штуки, штуки, штуки 3-4. 3-4. Это если, вот, ну, есть заготовки на пильном, потому что заготовки, они очень много сил отнимают, очень много времени. Болгарка, руки, все потом. Чем улучшить вот этот вот распил болгар? Антан, когда есть заготовки, 3-4 каркаса, я сзади не могу спокойно. Ну, либо это без крыши, либо 4-5 крышек. Так вот, между нами, да, сколько примерно в день получается в деньгах, в рублях? Я даже как-то не считал еще. Я сейчас после болезни 5 недельку как-то, я сейчас пока только это. Да, Рома только вкатывается. Только вернулся опять в эту струю, да. Хорошо. Ну, я-то знаю, сколько он зарабатывает. Вот, не то, что он конкретно, а вообще, да, то есть у нас сварщик получает за каркас сделанный. То есть есть расценка, которую мы тоже каждым годом, конечно, индексируем или там в сторону увеличения. Индексируем в сторону. Вот, просто в сторону. Есть работа по сварке каркаса, она отдельно расценивается. Есть работа по свариванию листов крыши, она отдельно расценивается. Есть нарезка, вот, был такой вопрос, почему сварщик режет. В принципе, можно нарезчика отдельно поставить, который будет получать за нарезку. Вот, тогда сварщик просто будет больше варить. Это тоже такой выход есть, он ускорит, как бы, работу. Оптимизация. Да, то, что, ну, в некоторых компаниях, реально, нарезчик, отдельное, как бы, лицо, вот, которое занимается только нарезкой металла. Ну, у нас пока это делают ребята, кто сваркой занимается, отдельного не ставили. Но, скажите, если вы порекомендуете какой-то более легкий, удобный способ, как резать металл в таких вот условиях в цеху, то, думаю, может быть, даже мы... в одном из выпусков было видео, может быть, кто-то помнит, когда я приехал к Максиму, наследнику, в гости, в Поварово, и он мне говорит, Антох, я купил себе ламборгини. Я, да ладно, трактора, а тут ламборгини. В цеху, говорит, пойдем, покажу. Мы заходим в цех ворота, поворачиваем налево, и у него стоит в углу ламборгини. Это маленький пеллетный котел, так и называется, ламборгини. И, значит, от этого котла идет разводка по трубам по всему цеху, и у него стоит, по-моему, два колорифера, с одной, с левой стороны, с правой стороны, электрический, с нагнетателем воздуха. То есть, получается, пеллетный котел топит, подает горячую воду, насос электрический гонят воду по трубопроводу пластиковому, и электрические колориферы постоянно в нужное время включаются и разгоняют теплый воздух по цеху. Вот, может быть, посмотреть к нему в гости съездить, там, я тебя с ним познакомлю. Ну, это пеллетный, да? Это пеллетный, и он по чуть-чуть подает дозу, по чуть-чуть. У него, получается, экономно, и как-то по КПД очень выгодно и интересно. Сейчас лизинговые ставки подросли, пока не инвестируем. Вот, если честно, я бы ее отдал по цене стрелы. Но в хорошие руки. Мы стали в этом году брать объекты маленького объема. Ты ждешь какого-то колокольчика, когда уже начинает звонить, как баланс находить. Никто его еще не нашел. Вот, мы просто именно уничтожители вот этой пустарнику растительности. Мы настолько сужили, что мы даже не берем дачные бытовки деревянные. Мы за скадом делаем промышленную площадку, клубный промышленный поселок. Продолжение следует...